Стандарт иметь нигде. Ну и пейте из одной чашки, ну как старообрядцы бьются, нельзя пить. Ну почему нельзя-то? Ну сложи ему свои коготки в два перстя, покажи ему. Такой же ты, Вера. Вот залез на крамушек, все, никого не подпускает. Вот это просто сектантский подход к чашке-то даже. Можно вам запомнить? И к нему спрашивай, не меня. А ты говорите, да? А, Ильна Тихонович, вот у них, у мусульман тоже монахи есть. А как они себя ведут? Так же зарабатываются? Никак, это все выдуманное. Нигде про это нет. Это сами они до этого дошли. Это не по закону. Не законно? Нет. Но монахи есть у них. Ну есть, они везде есть. У буддистов везде они есть. Обязательно находятся люди. Но они ставят это в закон. Я за монашество. За такое монашество, которое готовит благовестников, докармит старых больных священников. Ну никаких обетов нет. Как образец, это была такая сестра, родная сестра столицы Александра, или Совета. У ней сестры были. И накинет. Но никто не давал обета. Она ухаживала за ранеными. Ну а раненые говорят, а я не женатый, познакомился там с сестрой милостердия. Она приходит. Матушка, я вот за солдатом ухаживала, за капитаном, за офицером. И вот у нас любовь завязалась. Ну милая, пожалуйста, она ее благословляет. Она ответ не давала. Вот это правильно. Они ничего не имеют. Разное бывает у католиков. Орден такой-то, орден такой-то сестры, бонифации. О, вот я за это. Пришло время. Встретил нужного человека. Почему же не выйти замуж-то? А здесь хоть умри. Вот глупость такая есть. У меня здесь знакомый был один парень. Там Шаляпин. Он сейчас ведущий. Ты знаешь, Петю Толстенко. Он в операх поет. Там это редкий баритон. Редкий, просто я его в эфире нашел в интернете. А он здесь был. К девчонке посватался. А она отказала. Он до того, вот Василия, сын приезжает. Он ничего лучше не придумал, как принять в монашество. Какое монашество, когда у дяди 10 детей, 3 жены. Ну, то есть, такие все плодливые. О чем говорит-то? Ну, конечно, он махнул по боку. Сейчас Лизу нашел себе там. Жена и все. Но это уже нарушение закона. Ты дал обед? Умри, но не нарушь. Это перед Богом. А остальные, чтобы больше не давали. Вот у нас был тут на фанаил, прочее. Эти пускай до конца уже там трудятся. И у мусульман, у них тоже есть щетки. У них многое есть, то, что у нас есть. Но что у них есть, у нас нет этого. Вот это пятикратный намаз. Вот намаз. Мы говорим, Дух Святой помазали. А тут намаз, как будто намазывается. Это же слово-то похоже. Ну, 5 раз в день, ну, можно было встать. Это утренний вечерний, уходит 3 раза. Ну, нехорошо это прямо. Никакой толерантности-то нету совсем. Ну, нельзя так вот. Сейчас ты куминизм в почете-то. А у него два чуба, он один такой. Поэтому он задается. Я не такой, как прочее. Видишь? Ну, давай. Читаем. Значит, Бог призвал всех. И именно мысль о призвании. Он утверждает в римлянах. Призвал, призвал, говорит, о призвании. Не просто вы римляне, там, консулы, элита мира. Вот много фильмов о Риме. Я смотрел лично, много пересмотрел. И вот сейчас читаешь послание к римлянам, это все оживает. Какие у них были нравы. Какие они были развратные, гордые. При этом у них были правила все-таки честные. Они почти к чему и жили. Именно долго эта римская империя сохранялась. Но гордость, вот это он в них не излагает. Причем он пишет христианам. А это вошло и в христиан. То есть мы же римляне. А у евреев он еврейскую гордость пытается не изложить. Тоже и в России мы можем наблюдать. Вот у нас как? Мы читаем как? Покорять вере все народы. Все народы, значит, и русские там племена какие-то еще были. Еще которые вообще не знали ничего о Христе. А при этом, когда уже узнали, как и римляне, как и римляне, теперь мы вознеслись. Римляне вознеслись. Мы же римляне. А мы сейчас говорим, мы же русские. Мы же православные. То есть мы какие-то необычные. А чем мы необычнее греков или необычнее эфиопов тех же самых? То есть мы все народы. Вот все народы, Игорь Игоревич, давайте оживим. Вот мы как раз в эту фразу все народы и входим русские. Нам пришло благовестие. Каким образом оно там уж пришло. Но мы приняли эту православную веру. И теперь надо смиренно сказать, что мы одни из всех народов. Если мы не будем веровать, то Бог и нас разрушит, как римляне. Кстати, вот Римская империя была низложена Богом, хотя очень долго держалась. И Русская империя может быть так же все это закончится. Ну Советский Союз уже как бы это безбожная империя. А тут у нас Россия. Это считается, что и наш президент сейчас в церкви находится, и минир-министр. То есть сейчас у нас православное государство. Но за годность Бог это может разрушить. Поэтому не гордись и не тщеславься. И вот послание к римлянам, оно относится к нам, к русским людям, которые утверждают, что мы Святая Русь. Давайте примем, что это послание к русским людям. Не надо нам умом переходить, может быть, даже в римскую церковь, что я там среди римлян. А просто римскую церковь, как будто мы сами римская церковь. Ну так, я еще водички за мной подалю. Ну а так же. Ну брат, Москва же как Третий Рим. Вот говорят о Москве как Третий Рим. Да, ну это там заговорили уже богословы об этом. Возлюбленным Богом. Константинополь был разрушен. Благодать вам и мир, кто бы вы ни были, но вы призваны Господом. И Господь заповедал апостолам, чтобы когда входят в домы, это слово произносили первое. Благодать вам и мир. Ну мы говорим мир вашему дому. У народов восклицов, шалом алейкум. Шалом мир означает. Салам алейкум. Ну алейкум я не знаю, что, но салом это точно мир. А дальше вот эту расшифровку надо уже изучать. Шалом. Саламон. Сулейман. Иерусалим, город мира. Да, Иерушалам. То есть иера, священный, шалом мир. Священный мир. Или город, ну здесь, ну город священного мира. Благодать вам и мир. Мы везде мир сеять должны. И когда заповедал апостолам, чтобы когда входят в домы, это слово произносили первое. Брань, прекращенная Христом, которую породил для нас грех против Бога, была нелегкая. А мир тот приобретен не нашими трудами, но благодатью Божией. Итак, первая благодать, потом мир. Слава Вышнему Богу и на земле мир. Человец и благоволение ангелы воспевали. То есть, наконец-то Иисус рождается, Рождество Христово, на земле мир. То есть, придет Христос, победит дьявола, смертью свою на кресте, и теперь будет союз, единство Бога и человека через Иисуса Христа для всех покаявшихся, для всех уверовавших. То есть, тысячелетнее царствование Христа наступило на Голгофе, когда Христос умер за наши грехи. Оно наступило. А как? Войны, атомные войны, там еще какие-то, может быть, будут. Это все вне Христа, вне Бога, во грехе. А мир с Богом уже наступил, потому что Христос примирил нас. Вот этот мир наступил во Вселенной. Сатана скован, христиане спасаются, мученически проливая свою кровь, и другими способами спасаются. Мир на земле и на небе. Но до страшного суда. Мир. Первая благодать, потом мир. Да? Говори. Я хотел сказать, что пока здесь нахожусь, голубями, посмотрите. Если один сел на чашку, другой не дает ему долг. У меня в стихотворении написано, за место, за пищу дерутся всегда. Самая немирная птица. А говорит, голубь мира. Вот полидал, все, он в чашку залез, он не пьет, но другому не даст. Понял, как все? А за утки не пьет? Ну, если вот этот сейчас коричневый, которого бьют, он залезет на чашку, того он уже тоже пускать не будет. Вот все. Эти не пили, ему охота напиться. А этот зачем залез, он не знает. Если он не знает, то только задача одна, долбануть в голову. Голубки не участвуют. Нет, у них нету толку никакого, что мирно жить нет. Понимаешь, он налево-направо смотрит, никому не дам воды. А вода-то не его. И цинички тоже так же берутся. Вот, долбанул опять. Птица абсолютно немирная. Вот его согнал, белый, белый стоит в стороне. Но он успел заскочить, все, теперь он никого не пускает. И вот на горху, на месте, везде себя одинаково ведут. Видишь, как пить, даже и только радуще попить. Охота попить не дает. Хоть умри с голоду. Вот так, так, так его за волосы оттаскал и все. Ну вот говорят же, вот все, любят сейчас переводить. И вот как раз почему-то усилилось это учение Дарвина. Как-то вот тут был один художественный фильм, называется «Время». Называется «Время». То есть времени мало. И люди ходят с часами на правой руке, как вот. Время похоже, как будто времена Антихриста показывают. У каждого свои часы. Вот там как раз у одного была заповедь такая, вот как раз «Побеждая сильнейший». Теория Дарвина. И вот как раз там один из очень богатых людей. У него был самый такой любимый лидер, это Дарвин. Дарвин, побеждая сильнейший. То он себя считал таким. Так вот, люди без Бога, это те же голуби, которые борются за место. «Побеждая, плюй, уничтожай». Животный закон. Дарвин его увидел. Не считай, Дарвин. Итак, первая благодать, потом мир. Апостол молит о непрерывном и ненарушимом пребывании обоих этих благ, «Дабы опять, если впадем в грех, не возагорелась новая брань». Вот он молит о том, чтобы не было войны, вернее, войны внутри себя. То есть он должен, грех должен быть побежден навсегда, чтобы не было этой брани. Сатана, чтобы не властвовал. От Бога, откуда этот мир, опять же? Благодать вам и мир. Не просто он дает, а он источник этой благодати и мира сразу дает. От Бога, Отца нашего и Господа Иисуса Христа. То есть он не сам раздаватель этого мира, а именно от Бога это все. О, как всесильно благодать, происшедшая от любви Божией. «Враги и бесславные, мы стали иметь Отцом самого Бога». Итак, от Бога, Отца и Господа нашего Иисуса Христа, «Да будут у вас непоколебимыми благодать и мир». Они даровали их, могут и сохранить их. Вот источник нашей жизни. Это наш Бог-Отец и Господь Иисус Христос, во Святой Троице славимые, которые дают нам благодать и мир. И если мы к ним не обращаемся и не просим у них об этом, о благодати и мире, у нас его не будет, в нашей жизни, по крайней мере. В Боге это будет все. И в людях, которые живут в этом. А если мы не приобщаемся к этому, то у нас этого не будет. То есть вот источник нашей веры. Не своими силами спасаемся, а спасаемся силой Божией. И когда спросили, так кто же может спастись? Христа спросили апостолы. Он отвечает, человеком это невозможно. То есть все, ты должен понять, что тебе это невозможно. Ну а мне хочется. Но не Богу, ибо все возможно Богу. И апостол говорит, все могу в каком случае? В укрепляющем меня Иисуса Христе. Здесь все к одному сводится. К Божеству. И это Божество мы должны принять в себя. Через таинство Церкви. Через тело Христово. Через смирение свое. А если смирения не будет, а смирение что такое? Это признание своего авторитета за ничто. То есть признание своей беспомощности, бессильности. И в Бога себя взять. Почему вот сама молитва. Вот там семь раз мы молимся, кто-то больше раз может молиться. Это лишь доказывает свою слабость. То есть мы пытаемся еще раз доказать Богу, что мы слабые. Так сильно этот человек не нуждается в просьбе. Ему не надо. Он сам дает. А мы наоборот хвалимся там и других научаем, чтобы просить у Бога. Так мы же должны подчеркивать свою слабость. Мы слабаки, значит, должны еще раз убеждаться. Чем больше молишься, тем больше ты расписался в своих силах. Где твоя гордость-то, человек? Человек это звучит гордо. А ты говоришь, а я молюсь там столько-то раз. Да ты слабак, значит. Так вот это и надо утверждать в себе, что я слабак пред Богом. Не гордиться тем, что молимся, а просто, что я слабый человек. А Бог силен во мне. Вот тогда мы можем спастись. Этому удивляется и вот толкователь. Какая всесильная благодать. Ну пойдем дальше. У кого есть еще что сказать? Давай, коротко. Игнать Тихонович как-то вот говорил, что И недавно я в интернете увидел Плакат, цитата Достоевского О том, что Сейчас дословно не помню, но мысль такая, Что русский народ У него какая-то миссия особая По распространению евангельской веры. Он видел в русской нации вот это вот. И за эти слова Чубайс его хотел разорвать на куски, по-моему, да, Игнать Тихонович? И вот как вот это вот связать То, что и римляне тоже вот считали себя вот таким Народом высокомерным И чубайс за что вот он так Обычно евреи к себе применяют, что они богоизбранные У нас-то вот ее сестра была еврейка-то Тоже вот она на этом споткнулась Что когда вот говорили, что родители-то ее Возможно, не принявши Христа в аду, оказывается Так вот она сильно бунтовала Что вот она гордилась, что он И вот как это к нам, к русским применится Он все говорит, святая Русь, святая Русь И вот стихи опять же, Игнать Тихонович Когда и где, дата Назовите дату, срок и имена При Василии Третьем впервые это произнесли Но это не соответствует действительности ни с какой стороны Ты хочешь сказать, прав ли Достоевский в своих суждениях Что Россия имеет какую-то особую миссию Может быть и прав, но ничем это не подтверждается Вот какое дело Дальше они начинают говорить уже о народе Хорошо это национализм или плохо Национализм это хорошо Без национализма нация исчезает Но в каком плане? Берут, что об этом сказали Такие-то императоры Что сказал Столыпин, Достоевский, Суворов Все правильно Но вы оберните это все на небесную сторону Апостол Павел тоже оратовал за Отечество На какое? За небесное И Павел говорит, за родной еврейский народ Готов умереть, чтобы они уверовали во Христа А не чтобы евреи всеми правили Я вот в мире, когда еще ничего не знал Меня интересовал вопрос И я его задавал с людьми, с офицерами Беседовал, скажите, я говорю У Гитлера были такие вот Враги, которые хотели его свержения Конечно были Но он их сажал Да, там Эрнста Тельмана Было такое Расстреляли, убили тайно А дети его, детей не трогал Интересно Никого не трогал? Нет Понятно А евреи желали свержения Гитлера? Да вообще рта не раскрыли Даже в люльке вырезал всех Почему? Ну где логика-то? Я ничего не знал ни про масонов Ни про Евангелия Но я понимал, что что-то за этим есть Что он, Гитлер, совершенно был непонятливый Что рано или поздно это отомстится Кто они такие евреи-то? Они хотели его свержения, Гитлера Но где тогда, покажите, где заговоры были? Где? Которые хотели убить Вот его генералитет, его штабисты Нету ничего это Потом я уже стал слышать, говорит А евреи претендуют на то же место в мировой истории, что немцы Какое? Толком не могут объяснить Мировое владычество Каким образом? У Гитлера армия, у евреев никакой армии нигде нету Как? А то, что мирным путем они к этому приходят Что это мировой загор, закулисы глобализации Я ничего не знал Евреев гонят несправедливо В разных государствах У нас еврейка была Она представила В каком государстве В каком году Сколько их погибло Но она дальше не говорит Почему? Почему русская эмиграция рассеялась по всему миру И нигде на нее гонения не было Мы не считаем Я задумал Тут вообще христиан Уничтожал Почему? Значит, евреи везде одинаково себя вели Приходя в какую-то страну Они мгновенно начинали порабощать тот народ Который там есть Через банки Через суды Вот от несправедливости Народ до времени не терпел Потом взрывался Как Елисавета Вышвыривали их оттуда И чтобы больше Елисавета об этом говорит Чтобы они даже ноги не положили сюда Так это их в Испании гнали Государство трудно найти Где бы их не гнали Но евреи дальше не говорят За что? За вот эту подлость Которую они творят Но дальше-то не говорят Что они обкрадывают всех Назначают цены Ну вспомните Тарас Бульбу Начинается с чего? Что они наши храмы захватили И теперь только за деньги Чтобы открыли литургию Отслужить Деньги дай Ну храмы стали закладывать Денег нету Ну они же не пришли воевать-то Вы же сами до этого дошли Евреи-то Вы отдали с ним рабство А теперь подряд всех евреев Жидов рубить под корень Я еще до конца не мог понять Еще лет 20 назад До конца не мог дойти В чем дело? Оказывается он другим Не может быть евреем Люди везде борются за единство Бог как раз этого единства Не требует в мире А он разъединяет Как разъединяет? Да Бог говорит Как я отец Вот отец единый Мы едины А в мире нету Везде противоречия Даже мусульмансы Шииты Суниты Христианская церковь Православие Католицизм Западно-восточная церковь Сектанты между собой Разбиваются Старообрядцы Больше 50 толков Почему Даже на небе война была И ангелы разделились Почему Отбирается лучше Дабы были выявлены искусные Это первое А второе Бог хочет показать Что без него Единства быть не может И вот эти разделения Вот это масонство Это попущено Богом Это в планы Божьи входит Когда еще человечество Только в проекте было Нигде его не было У Бога уже было выберено И чтобы людей Натравлили друг на друга Будет такой народ Который будет обирать Из-за него будут воевать Будут душить друг друга И это избранный народ С большей силой И волей Чем еврейский народ Не существует народа Вообще не существует Какой этот народ Не то что он там мудрый Какой он мудрый Я сколько гляжу Я ни одного мудрого дела У них не могу увидеть Но ограбили Россию Какая тут мудрость Мне еврейка Это была Но вы тоже хорошие Позволили себя обокрасть Ну вообще-то да Если мы были евреи Мы бы по-другому Разговаривали с ними Но у нас хоть Лживое Но христианство Хоть маленькое Но христианство И поэтому мы не можем Поступать с ними Как евреи С нами Это закваска мира Они все время Подквашивают Заквашивают И идет по плану Божию Давайте мысленно Уберем евреев Из нации мира Гитлер добился бы Окончательно решенный Еврейский вопрос Евреев нет Ни одного еврея Вы думаете Эта ниша останется пустая Но люди Которые там будут В этой нише Они никогда Не сделают того Что делает еврея Евреи все подгоняют К тому плану Который Богом К мировому владычеству Ни одна нация На это не претендует И не может претендовать Они не знают Как дальше делать Как Ну Гитлер да Захватил несколько наций Дальше то Что он бы стал делать Плана то его Мы не знаем Какой план дальше то был Гитлер разве хотел Воцарить какого то человека В храме Чтобы он выдавал себя За Бога Как Бог был Нет А евреи так к этому Идут что написано В Писании У них мессия свой То есть Умные люди Есть Маус Зедун Это же не дурак Гитлер Ленин Сталин Но у них цели Нет той цели Которая Сходна была С целью Написанной в Библии Они не могут Подогнать под эту цель Я потом Начал понимать Что в плане Мировой истории Евреи выполняют Подгоняют Все человечество К тому Что Бог Заранее запрограммировал Они гонят Давят По другому По другому Не может быть Почему Это Божий план И он будет Выполнен И Бог Я грубо скажу Бог знал К Богу это не подходит Знал Там другое слово Должно быть Бог всеведущий Что Люди будут Вот так вот думать По хорошему И будет Божий план нарушен Не нарушится Потому что на земле Евреи Они будут Мутить Оббирать Грабить Банками Будут ссоры Между собой Воины Захваты И будет так идти И мировой владыка Придет Сядет в храме Как Бог И в конце жизни Евреи начнут Обращаться к Богу На евреев Нельзя злиться Их можно Только благословлять Они выполняют Страшную миссию Которая у них Разнаряжена Он не может Быть другим Единицы Могут обратиться К Богу А в основной массе Они весь мир Подгоняют К престолу Антихриста Христос говорит Меня не приняли Но иной придет Иной С большой буквы Его примите Иной это Сантана Антихрист Это не Гитлер Никто такой цели не имел Это имеют только евреи Они постоянно говорят О Машиахе А что центр будет Где? В Иерусалиме Этот храм Этот мы взорвем Мечель Мы построим Свой храм Третий Соломонов храм Ни у кого Этой цели По выполнению Божьего Начертания Нету Как у евреев А кто же будет выполнять Назначенное Богом Только евреи И евреи Никогда не ругайте Никогда Нигде Никак Вы будете прокляты Проклинающие Авраама И потомков Его будет проклят Так они не верующие А меня это не касается Я должен еврея Благословлять И Обращать его Ко Христу Свидетельствовать Я каждый день Молюсь за многострадальный Еврейский народ Чтобы Бог послал Хороших миссионеров К ним туда Чтобы японскому народу Бог дал хорошую землю Так много пустует здесь По размерам Японии Они облагородят землю Образец будет Оазис нашей стране Ну чтобы приняли Гражданство Российское Все Ну как положено Как в Америке Там Это Чиканус приезжает же Я вот так Согласно Евангелии Думаю Вот так Понятно? Теперь я уже Это вижу Я раньше думал Что главная вина Это то Что славянский язык Вот перевести бы на русский То народ бы понял Я стал копать дальше Причину Я увидел Что причина В том Что священники Там то другое Что вместо проповеди Одна служба Служба не понимает Первый, третий, пятый Сейчас давят Потом я увидел Что и священство Это на поводу Монашество Монашество Заложниками стали Вот той системы Которую они создали Она спасительная Но она никакого прогресса Не имеет Люди ничего не знают Вот мне задают вопрос Если бы я был патриархом Ну что Ну Обычно кого Ты будешь царем Сказка есть такая Ну я царь Царь сказал Ну ты скажи тогда царь Чтоб меня слушались Он говорит Его слушайте Сколько? Ну полчаса Ты тебе хватит? Хватит Все Его не надо слушать Скажи чтоб тебя уже не слушались Полчаса Царь рассмеялся Все Он первый мне сказал Хватите его и безглавьте царя За полчаса Царя ликвидировал Все дальше повел Я этого делать не могу Мне бы дали Жизнь полчаса сейчас И умереть Ну я бы стал молиться И Что Бог благословил Еврейский народ Я обязательно включил бы Молитву в полчаса Вот в эти Правители Хороших священников Миссионеров Чтобы на русском языке Была служба И чтобы монашество Вышло из затвора И пошли проповедовать Живое слово Живого Бога Вот в полчаса Которые меня отпустили Я бы не пошел никуда Наказать Давай все равно Сделать не так Как накажешь Как Игнатий Бричинин говорил Это бесполезно наказывать Они сделают по-своему все Ну когда умирает человек Я наказываю Меня хоронить только в сапогах Вот в этих брюках И не обмывать Вот такое я Чтобы в гробу лежал И простыни не закрывать Слышали? Сапоги у меня там Стоптанные Лежат на благовестии Я робу потерял Тюремную Ну значит Вот в этом костюмчике Так и меня похоронить Я наказал Ну что было Евангелие у меня Ламинированное На кресте Все время висело И написать Кто желает Возьмите У кого нет И время от времени Я сделал завещание На все что вокруг Это вот дом мой Ну Я вот так-то Умом понимаю Что мой А я никогда Хозяином себя не считал Это Бог Опустил на землю Это здание Как бы И сказал Дети мои Собирайтесь Славьте меня Вам тут будет хорошо Давай Это было на Реплику Сергея Все вот это Да Вопрос о Достоевском Продолжаем Восьмой стих Прежде всего Благодарю Бога моего Через Иисуса Христа За всех вас Что вера ваша Возвещается Во всем мире Вот так То есть тут Благодарность Высказывает Богу О том что Вера римлян Возвещается Во всем мире Кем она Возвещается Самими римлянами Или тем Теми людьми Которые видят Что римляны Обращаются к Богу И возвещают Рассказывают Дальше прочитаем Так Сематий Я сейчас в интернет захожу Вера православного Возвещается Нет Постоянно говорят Когда же это все Кончится Столько же своей веры Это мертвая церковь Наша вера Возвещается В антипатии В другом Ну нет Буквально Нигде нет Чтобы вот Нормально говорили О православных Везде Как будто бы Это Какой-то чири Нарыв на теле В церкви А они Никогда Людей мира Не будут говорить Хорошо Ну Многие говорят Хорошо и о Новом Завете Об апостоле Павле Но только не о нас Потому что мы Карикатура На настоящих христиан Карикатура Вот теперь считаем Вступление Приличной Душе Павла Вступление То есть это пошло Следующее предложение То есть наконец-то Мы закончили Первое предложение Апостола Павла Длинное На 7 стихов И переходим Ко второму Вступление Приличной Душе Павла Облагодарение Он и нас Научает Благодарить Бога И не только За собственные блага Но и за блага Ближних Ибо в этом Состоит Любовь А о ком сегодня Благодарили В церкви Кто помнит Вот сегодня Литургия особенная Благодарность Туда И кинья Благодарности Введена была Вадима и Надежде А кто это запомнил Что о Вадиме и Надежде Было благодарственное Ну немного И кто-то уже подходил К батюшке И спрашивал Я не поняла Почему Не поняли А батюшке Продолжение следует...